Счастливый мозг. Как работает мозг и откуда берется счастье. В этом выпуске тебя ждет 7 выводов, перед этим книжный бухтеж. Знаешь, в последнее время я что-то зачастил с книгами про мозг. Не знаю, пытаюсь ли я разгадать какую-то суперсекретную тайну, или докопаться до какой-то своеобразной сути. Мне просто интересно понять, а что же все-таки в нашем мозге отвечает за счастье. И этот автор мне приоткрыл завесу тайны, и надеюсь, что в этих выводах ты найдешь отражение. А, еще, знаешь, хочу провести параллель с книгой, которую я читал недавно, про странную девочку, которая влюбилась в мозг. Эта книга лучше. Она лучше даже с точки зрения интереса, потому что автор такой, так, я хочу просканировать свой мозг на МРТ. Окей, задача поставлена. Посмотрим, какая область мозга отвечает за счастье. Так, я знаю, что счастливые, скажем, актеры, известные люди. Найду-ка я этого человека и постараюсь расспросить об этом подробнее. Так, я знаю, что счастье идет от любви, а точнее от секса. Найду-ка я какую-нибудь порноактрису и буду ее расспрашивать по этому поводу. То есть он разбирал какие-то отдельные аспекты нашей жизни, которые гипотетически делают нас счастливыми. Ну и проводил анализ, выписывал самое главное, что и стало предвестником этой книги. Так что подобная информация тебя будет ждать. Ладно, переходим к выводу номер один. Можно предположить, что высвобождение дофамина связано с тем, насколько удивительными оказывается награда или опыт. Чем более неожиданно для нас то, что случилось, тем больше удовольствия это нам доставляет. Судя по всему, наше ощущение зависит от количества дофамина, вырабатываемого мозгом. Ожидаемая награда связана с первичным выбросом дофамина, который со временем ослабевает. Но награда неожиданная значительно усиливает выброс дофамина, и действие его ощущается в течение более длительного времени. Это практический совет, и можно смело идти к своей второй половинке и говорить, дорогая, пора научиться делать мне правильные сюрпризы. Так что вот тебе научная подоплека, что если ты хочешь стать более счастливым, то мы получаем больше дофамина в тот момент, когда мы не ждем награду. И лучше подарки дарить не условно в Новый год, да, вот совсем немножко осталось, или в день рождения, а тогда, когда этот подарок никто не ожидает. В то же время есть люди типа меня, которые ненавидят подарки, потому что попасть точно в цель очень сложно. А подарки для внимания, это, ну, наверное, не мое. Так что это такая палка о двух концах. Старайся делать что-то неожиданно. Твой человечек это оценит. Вывод номер два. Из-за окситоцина сексуальные отношения могут кардинально изменить ваше восприятие партнера, и чисто физическое влечение сменится искренней привязанностью и любовью. Окситоцин заставляет нас по-настоящему заниматься любовью во время секса, хотя этот гормон воздействует на женщин активнее, чем на мужчин. А на сильный пол он тоже оказывает большое влияние. Например, одно исследование показало, что под воздействием окситоцина мужчины, состоящие в прочных и стабильных отношениях, держатся дальше от посторонних привлекательных женщин, чем мужчины одинокие. Из-за этого можно сделать вывод, что выработка окситоцина делает мужчин более верным, заставляя задумываться, как партнерша оценит их поведение. Поэтому мужчины осторожнее ведут себя с незнакомыми женщинами, особенно когда их могут видеть другие люди. В целом можно сделать вывод, окситоцин укрепляет существующие романтические узы, но не создает их изначально, потому что одинокие мужчины ведут себя иначе. Значит, девушкам на заметке, если... Ну, опять же, научная точка зрения и слова от автора, не от меня лично. Автор рекомендует делать следующее, что если вы переживаете, что вас молодой человек может как-то изменять, то занимайтесь с ним чаще сексом. Да, потому что именно во время секса у нас вырабатывается окситоцин. Больше в теле окситоцина, меньше желания изменить. Мало окситоцина, больше желания. Понятно? Вот есть такая корреляция. Вывод номер три. Сейчас, кстати, скоро практически будет. О, он и есть. 90% серотонина нейротрансмиттера, который считается необходимым для хорошего настроения, находится где, угадай? В кишечнике. Мы уже говорили о том, как определенно нейротрансмиттеры формируют наше восприятие счастья. Эти нейротрансмиттеры... Господи, автор, жалей меня. Нейротрансмиттеры вырабатываются в нейронах, которым для их построения необходимо достаточное количество веществ и молекул. Такой строительный материал обычно поступает из потребляемой нами пищи. И бактерии, обитающие в пищеварительном тракте, играют в этом важную роль. Если в организме слишком мало или слишком много бактерий, необходимых для извлечения метаболитов, то количество нейротрансмиттеров, доступных для мозга, изменится. Это обязательно повлияет на наше настроение. А, ну еще там дальше идет приписка такая своеобразная для заметку, для зануд, которые скажут, что ну как же, это вообще не подтверждено, что есть просто 90% серотонина в кишечнике, но, соответственно, 10% находится в мозге. И автор пишет то, что до сих пор нет какого-то научного обоснования, доказательной базы, что между, значит, вот этим серотонином из кишечника в мозге есть мостик, ну типа связь. Просто он как бы в вакууме лежит, вот эти 90% в кишечнике, а то, что где это, какая-то цепочка, это еще не доказательно. Но что нам мешает вообще задуматься о том, как привести свой кишечник в порядок? Моя рекомендация следующая. Блин, зайди на сайт Айхерба, просто поизучай какую-то информацию про пребиотики. Причем даже есть не только пребиотики, а свои. Подожди, это же интерактивный подкаст, я же тебе скажу, что конкретно я пью. Помимо пребиотиков я еще такое нашел штуку, это растение Арабиногалактам. Еще раз. Арабиногалактам. Я представляю, как это вписывать в Яндексе. В общем, такое растение, оно выглядит как пихта, но проразвирастает не у нас. В общем, оно способствует тому, чтобы наши полезные, правильные бро-бактерии жили в нашем кишечнике, а плохие уходили. И вообще, кстати, если тебя эта тема интересует, есть прям специализированные книги, типа даже есть, я помню, кишечник и мозг. И там говорится, что у нас просто миллионы разных бактерий. Здесь некоторые могут ужаснуться, особо чувствительные, типа меня. Но я к этому привык. То есть в тебе живет до хрена бактерии, есть хорошие, и с хорошими нужно дружить. Как? Давать им плодотворную пищу. Причем, если ты в свое время лечился, ну вот у тебя появилась простуда, так антибиотики, это херово. Потому что антибиотики убивают вообще, и все хорошее, и все плохое. Да, плохое не убивает, но и хорошее тоже. Поэтому хороших бактерий тебе мало. Заботься об этом. Есть пребиотики, пробиотики, масса разных вещей. Поизучай. Я не хочу выступать в роли какого-то консультанта или врача, но мне кажется, это хорошая инвестиция, к тому же это стоит недорого. И, по-моему, заказать можно в любом месте. Да, только не надо идти в аптеку. У меня теща недавно сходила за инулином. Инулина – это что-то наподобие патронов к пуль. А пули – это, собственно, пребиотики. Так вот, она сходила в аптеку, и состав этого инулина был просто ужасный. Там куча ешек, куча каких-то разных химических соединений, чего тебе не нужно. Например, я пью инулин, он делается из голубой агавы. Все, больше там ничего нет. Мне кажется, лучше пить что-то натуральное, и это недорого. Ладно, все, хватит. Вывод номер четыре. Если человек в состоянии стресса кричит «мне нужно больше места» и выбегает из комнаты, его слова нужно понимать буквально. Каков же вывод? Учитывая, как мозг воспринимает пространство, слишком маленькое жилище для нас невыносимо и вызывает ощущение ловушки. Человек не знает, что происходит рядом с ним, за стенами. У него меньше возможностей для бегства. Дом должен быть местом, где мы можем укрыться, когда возникает стресс или чувство тревоги. Но если помещение слишком мало, включается система обнаружения опасности, а именно ее должен отключать настоящий дом. Кроме того, когда мы постоянно находимся в состоянии стресса или тревоги, то наши личные границы расширяются. То есть мы менее терпимо относимся к людям и предметам, находящимся слишком близко. Оставив в стороне практически архитектурные соображения, можно сказать, что некоторые дома слишком малы в психологическом смысле слова. Нет, я не утверждаю, что мы не можем жить в тесных домах. Просто в такой обстановке гораздо труднее сохранить позитивный настрой и быть счастливым. А еще зеленые растения делают нас счастливыми. Это, кстати, отдельное про растения расписал. Какой итог? Понятно и логический вывод такой. Если у тебя есть возможность, то живи более в просторной квартире. И за счет того, что у меня в семье пополнение, у меня родилась дочь, мы переехали в квартиру побольше. И у меня сейчас появился более просторный кабинет, и я счастлив. Реально счастлив от того, что есть такая возможность. Я не знаю, какие там у вас цены в Москве. Москвичам привет. Но в регионах, в Питере, по-моему, все очень демократично. Стоит доплатить, по-моему, 4-5 тысяч, если там снимаете квартиру, и взять попросторнее. Потому что вот тебе доказательная база. Нам необходимо больше места. Если кажется, что ну и так бюджет впритык, то можно покумекать, посчитать, а куда уходят остальные деньги. Возможно, просто лишний раз не сходить в кафешечку или кальян эти дурацкие подуть. Вот, это точно будет лучше. Ну, квартир побольше. Вывод номер 5. А, ну и про растения я приписал. Про то, что за счет того, что мы все-таки животные, которые в ВЦ эволюционировали уже много-много миллионов лет назад, мы жили все-таки в том пространстве, где было зелена. Много зелени. А сейчас этой зелени внутри той экосистемы, где мы существуем, то есть в квартирах, в коробках, ее нет. И чтобы мы стали более счастливыми, нужно эту коробку наполнять зеленью. Ну, то есть растениями какими-то. Я, кстати, сейчас переслушиваю сам же свой подкаст, ну, чтобы освежать свои знания. И там вот я рассказывал про растения. И я же купил после этого. Вот тебе прямая связь между теорией и практикой. Я купил себе хлорофирум, или как-то так называется. В общем, у меня теперь два цветка. И, кстати, можно это делать стильно. У меня теперь даже этот есть горшок в форме головы Стива Джобса. Так что вот так можно задуряться. Вот номер пять. Это своего рода когнитивный диссонанс. Столкнувшись с невыносимостью или противоречивыми, противоречивыми между мыслями, поведением и действием, мозг делает то, что необходимо для решения конфликта. И если он не может изменить реальность, то меняет ваши мысли и убеждения, ваше идеальное представление о себе и жизненной цели. Мозг инстинктивно защищает нас от стресса и неудач, даже когда его действия не слишком логичны. Возможно, ваша работа бесполезна для реализации ваших амбиций. Но бывают ситуации, в которых мозг инстинктивно корректирует амбиции, чтобы повысить шансы человека быть счастливым. Любопытно. Но это просто для того, чтобы тебе знать. Вот мы настолько адаптивны, что я вспоминаю себя, извиняюсь, что я много таких примеров из жизни даю, но все-таки они к делу, к месту и показательны. В 18 лет, да, по-моему, в 18, я снимал квартиру с одной девушкой. Это была ужасная, прокуренная квартира, в которой ничего не было. Ну, вот это, знаешь, такие, которых на первом канале показывают семьи, типа алкаши какие-то. Ну, вот примерно так же я и жил. И ты знаешь, когда я первый раз там оказался, в этой квартире, мне показалось, что это просто ужас. Ну, все, там только вен вскрыть. Но достаточно быстро я адаптировался. Ну, конечно, возможно, помогло пиво, которое я каждый день вечером пил. Но все-таки я привык. И мозг доказывает то, что мы привыкаем к любому. Увы. И это грустно, потому что амбиции уходят на второй план. Ты привык. Твоему мозгу легче и проще поменять, отрегулировать амбиции таким образом, чтобы ты чувствовал себя в комфорте. Нормально, знаешь, вот это ключевое слово. Нормально. Надо это знать. Вот номер шесть. Эмпатия позволяет нам делиться эмоциями. Когда мы заняты тем, что приносит нам счастье, то присутствие других людей еще больше усиливает это ощущение. С другой стороны, социальное неприятие крайне болезненно. От кого бы оно ни исходило. И хотя любовь миллионов людей к знаменитому человеку должна была бы сделать его счастливым, это не совсем так. Счастье зависит от качества получаемого социального одобрения, а не от его количества. Для нас важно, кто именно нас одобряет, а не сколько у нас ценителей и поклонников. Стремление к счастью в одиночестве и к славе ради самой славы можно сравнить с жаждой и сладкой. Ну, здесь как раз таки автор разговаривал со знаменитостью, причем знаменитостью, которая стала таковой в детстве. Ну, то есть весь цикл прошел там от становления, как человека, там, по-моему, с 14 лет до 30, условно. И вывод какой? Что некоторые считают, было бы круто стать знаменитым, зная, чтобы тебя все узнавали, много подписчиков. Я это лично пережил и отношусь к этому абсолютно нейтрально. Я бы даже сказал, больше минус, чем плюс. То есть я не смотрю ни количество лайков, и тебе не советую это делать. Кто на тебе подписывается, кто-то что-то делает, это не нужно. Мы ценим люди больше качеством. То есть, например, вот представь, у нас же есть такие значимые, у каждого из нас есть категория значимых для нас людей. И если этот один человек скажет искренне, что ты молодец, это будет точно лучше, чем 10 тысяч человек тебе напишут, какой ты молодец. Незнакомых, конечно же. Так что, качество против количества. Вывод номер 7. Ну, это про сексуальную часть. Мужики могут выдохнуть, девушки внимательнее. Кроме того, мозг настолько увлечен сексом и возбуждением, что нас может завести то, чего не случилось и, возможно, никогда не случится. Сексуальные фантазии важный элемент человеческой сексуальности. Они с равной частотой поощущают и мужчин, и женщин. Так тут повнимательнее, да, и женщин. Исследование показывает, что в сексуальных фантазиях большую роль играет орбита-фронтальная кора, часть фронтальной доли мозга, выполняющая множество сложных функций. Вот как автор объясняет. Но тратить цены и силы мозга на абсолютно неосуществимые в большинстве своем сексуальные образы кажутся бессмысленным и непродуктивным. Как же это делает нас счастливыми? Напротив, мы должны становиться подавленными, расстроенными и воршливыми. Вовсе? Ой, блин, все совсем не так. Исследования показывают, что подобные регулярные фантазии повышают концентрацию внимания к деталям и улучшают память. Уточним, это объяснение, а не оправдание. Для формирования столь яркого и подробного образа как сексуальная фантазия множество участников мозга приходится работать совместно и в полную силу. Эффективная и надежная связь между отдельными участками мозга основа человеческого интеллекта. Поэтому невозможно спорить с тем, что регулярные фантазии поддерживают мозг в прекрасном состоянии. Более того, эти фантазии помогают настроить и улучшить наше сексуальное поведение и способности. Нам не приходится полагаться только на метод проб и ошибок, который в сексе грозит серьезными нетразумениями. В повседневной жизни все мы постоянно и бессознательно продумывают худшие сценарии потенциальной опасности. Я смеюсь, потому что мне есть что чешу сказать. Чтобы предвосхитить их и отреагировать соответственно, а не разбираться, когда такая ситуация возникнет. Почему бы не применить тот же логический подход к сексуальным сценариям? Короче, рассказываю. Я же выписываю только то, что меня интересует. То есть, скорее всего, в книгах, которые я озвучиваю, есть еще полезная информация. Точнее, это 100%. Просто она меня не торкает, не трогает. Я не нахожу практического применения. Здесь нашел, потому что у меня посещают сексуальные фантазии. Мне было интересно, это вообще норм или нет. Потому что, ну, можно было там обратиться к какому-нибудь сексологу или психологу и спросить, норм это или не норм. но мне кажется, что или у меня такое зашоранное ощущение, что психологи, которые там работают, ну, не знаю, в школах, в университетах, да и вообще, в принципе, в России у нас они не особо квалифицированы. А человек, который написал, блин, по мозгу книгу, то ему, скорее всего, стоит доверять. У меня такое мнение. У тебя может быть другое. Ну, да ладно. И что делать с этими сексуальными фантазиями? Я знаю, что есть такое правило. Если, ну, можно, как лектор зашел на одну конференцию и сказал, никто не должен думать о белом медведе. И, конечно же, все думали о белом медведе. Та же самая история. Если тебе приходят в голову сексуальные фантазии, и ты такой, бля, только не думать об этом, только не думать об этом, то ничего не получится. Ну, или к тому же ты будешь играть такую очень странную роль. Сам себе папочка, сам себе мамочка, которая грозит пальцем, что так делать не нужно. Теория буддизма такая, что тебе нужно пропускать неважно положительную или отрицательную информацию через себя. Ну, да, вот меня посещала такая вот сексуальная фантазия. Окей. К чему я это рассказываю? К тому, что, парни, пожалуйста, все с вами нормально. Правда, сексуальная фантазия, сексуальная фантазия рознь бывает абсолютно разной. Вот мой пример в жизни. Я никогда этого не рассказывал, но расскажу. Значит, последний раз, когда я был в Амстердаме, мне захотелось, ну, знаешь, вот бывают такие моменты, когда хочу посмотреть, буду жалеть, если этого не сделаю. И там есть эротические театры. Ну, это когда ты садишься, как в кинотеатре, там много людей, человек, наверное, 100, может, 50, не знаю. И на сцене все время появляются актеры, и они занимаются сексом. Вот. Но это не так интересно. Я вышел, и там же в Амстердаме есть сексуальный дом. Ну, это прям такие шестиэтажные здания. И я тут зашел с женой. Нам стало просто интересно, еще на входе там, знаешь, сидела женщина такая, лет, наверное, 50. Она меня смотрит и говорит, там, ну, типа, 10 евро. Я такой, окей. А типа, для девушки бесплатно. Я такой еще думаю, что это, что вообще, почему для нее это бесплатно? Ну, в общем, мы зашли, и оказалось, что это дрочильный. Причем, дрочильный очень странный. Значит, наверху люди могут потрахаться. Там все. Ну, туда, естественно, моя девушка не заходила. Точнее, жена уже на тот момент. Я поднялся, что-то там темно ходит, какие-то люди, шорохи. Там можно вообще фильм ужасов снимать. Какие-то стены стоят, дырки в стенах, вот прям как в комедиях, чтобы члены засунуть, видимо. Ну, в общем, я там пробежался, быстро посмотрел, и все, моих впечатлений хватило. Значит, этажом ниже. Гетеросексуально. Кстати, я всегда путаю, кто там, гетеро, не гетеро. Короче, гей эти, кинотеатры, там вообще жуть. Ну, просто, я не то, что плохое что-то про геев могу сказать, но когда сидит дед и дрочит на порно, знаете ли, я многое что увидел и посчитал, что все, моих эмоциональных стряски достаточно. Значит, ниже другой порнозал. Ну, в общем, это удивительно. Столько людей разных, и сексуальная фантазия у них тоже дофига. Кто-то там порно, я не знаю, с животными смотрит, это мне вообще непонятно. Кто-то порно с карликами. Ух, вообще капец. Так что, в общем, в целом это неплохо. Главное, мне кажется, не мешать людям, не делать их жизнь хуже. А все остальное делать уходишь. Все-таки 2000, почти 21 год на дворе. Вот на такой полезной, благоприятной ноте я с тобой прощаюсь. Услышимся в следующем подкасте, он будет во вторник. Обнял, поцеловал, заплакал. Пока, если угарнул с моей историей, Субтитры создавал DimaTorzok